Для полной достоверности надо отметить, что крестят еду не только православные, но и католики. Правда, накладывают крест несколько иным способом, и стараются делать это незаметно от окружающих. Издавна считалось, что пища это дар Господа, который он посылает для насыщения своих отроков. Недаром в молитве «Отче наш», сетающийся у христиан одной из основополагающих, есть слова, «Хлеб наш насущный дай нам днёс». Однако, долгое время пищу не крестили. Достаточно было осенить крестом чело и прочесть молитву перед трапезой. Что происходит с несъеденной самолетной едой? Обычай крещения пищи восходит к моменту, когда пророки и крестители отправились в путь, чтобы донести христианские заповеди до людей. Сам Иисус предупреждал их, что будут они подвергаться различным опасностям, в том числе и осквернению или отравлению пищи. Он же им сказал, что крестное знамение очистит любое блюдо от скверны и спасет от гибели. Сегодня пищу крестят в большинстве случаев, чтобы защититься от дурных помыслов того, кто ее готовил. Но это не означает, что не стоит крестить блюда, приготовленные самостоятельно. Ведь крестное знамение несет в себе невиданную силу, укрепляющую дух и тело вкушающего пищу. Почему древние римляне ели лежа многие, крестя пищу или орошая ее святой водой, искренне верят, что таким образом избавляются от бесов, демонов и прочей нечисти, могущей вселяться в продукты. Православная церковь отрицает существование потусторонних сил и, соответственно, не приветствует такого поведения. Особенно, если человек совершает действие без веры в душе. Пять способов гарантированно испортить себе перелет, запрещено в самолете и перед посадкой еще Павел Флоренский говорил, что после крещения воды и чтения молитвы изменяются ее физические свойства, а главное, уменьшается количество бактерий, содержащихся в ней. Он же отмечал, что изменения более существенны, если обряд проводят истинно верующие люди. Подобные исследования проводили и современные ученые. Результаты были получены довольно противоречивые. Но кто хоть раз пробовал монастырскую еду, тот смело скажет, что она вкуснее многих деликатесов. Даже постная выпечка, без яиц и масла, издает невероятный аромат и не только насыщает тело, но и наполняет его теплом и светом. Вполне вероятно, что дело не в крещении пищи, а в том, что готовить ее нужно с особенной любовью, радостью и молитвой в душе. Тогда и посуда не будет биться, и тесто будет всегда подыматься, и членов семьи от стола не оттащишь. А крестить ли блюдо – личное дело каждого человека.